доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника мариме стик сегодня 24 октября 2023 года и я очень рада и счастлива тому что со мной около 100 тысяч умных образованных адекватных людей которые поддерживают мою точку зрения и пишут мне теплые добрые комментарии почему говорю около 100 тысяч потому что в последнее время на канале на ю тубе количество подписчиков не имеет никакого значения в силу того что монетизация здесь уже в общем то отключена по факту и если даже человек не является подписчиком канала это абсолютно для блогера никакого значения не имеет и для канала тоже но youtube выдает статистику сколько людей подписалось сколько людей отписалось сколько людей смотрят без подписки мои видео значит количество тех кто смотрит неважно пишет он тут что-то или не пишет также как неважно какие комментарии он пишет хорошие плохие ставит он лайки дизлайки в любом случае тем самым он проявляет активность на канале активность на конкретном видео и дает возможность другим людям которые не знали мой питомник не в курсе моей позиции или взглядов на жизнь посмотреть мои видео и сделать самостоятельно выводы о том кто же плох кто хорош в отличие от тех людей которые считают себя гипер образованными без подписки меня смотрит более 60 процентов подписчиков у нас скоро 40 тысяч поэтому ребят я и называют цифру около 100 тысяч людей которые постоянно смотрят мой канал неважно с подпиской без подписки смотрят они его с добрыми намерениями или смотрят они с теми намерениями чтобы потом пойти и за моей спиной полить меня грязью в какой-нибудь социальной сети или еще лучше на канале выпускников наших питомников пооскорблять их владельцев поэтому я очень благодарна адекватным образованным повторяю умным людям которые остаются на протяжении многих лет со мной читаю все комментарии и вижу что некоторые люди даже не скажем так имеющие собак породы чихуани увлеченные этой темой скажем собаководства пишут о том что покупали когда-то у меня улиточку и до сих пор счастливые довольные улиточка и видели в живую моих собачек которые на видео смотрятся гораздо крупнее чем есть в жизни гораздо компактнее все ухоженные холеные и доброжелательные а также мне вчера даже женщина написала в авито который у меня год назад покупала хомячков кэмпбелла как она мне благодарна и жалко что на авито нельзя оставить второй отзыв о том что спустя год она хочет поблагодарить меня за таких милых здоровых животных которые живут в паре хомячки кэмпбелла в однополой паре не дерутся и приносит им только счастье и радость огромное спасибо дорогие друзья за такие комментарии потому что это и есть скажем так стимул к моей работе это и есть подтверждение моих слов которые я говорю в своих видео а разговор в этом видео про чистоту породы собак породы чихуа так как у нас питомник собак породы чихуа а который вот уже четвертый день ведутся тут горячие споры да всего лишь четыре дня мне понадобилось для того чтобы разворошить это змеиное гнездо и заметьте не в одном из своих видео кроме того что я называю тему и вот зачитывать сегодня буду опять комментарии пока эти гиперобразованные талантливые генетики россии не удалили свои так назовем их мнение потому как никого по именам я не перечисляю никакой личной вражды никаким людям занимающимся никакими породами я не имею никакую конкретно породу собаки или кошки или морской свинки или птички или рыбки оскорбить ни в коем случае не пытаюсь всего лишь говорю правду которая многим не нравится многие мне пишут в открытую что вот поэтому они со мной не будут и уходят от меня чему я неслыханно рада и несказанно рада потому что мне абсолютно не хочется чтобы рядом со мной были люди которые занимаются не чистоплотным разведением собачек породы чихуа или каких-либо других животных вредящих здоровью собаки породы в целом но и просто давайте начнем с того что собаки люди которые мне писали вчера добрые теплые комментарии благодарили меня за здоровых улиток хомячков они рады то тому что у них адекватные некусючи здоровые хомячки и улиточки которые радуют их на протяжении ну хомячок год прожил уже хорошо они не долгожители но скажем так чихуашки все-таки порода здоровая порода долгожитель и опять таки задавали мне вопросы на тему значит ну да тема у нас как вы понимаете о запрещенном в породе чихуа окрасе мраморный его же называют мерле потому что в переводе с английского мерле это и есть мрамор в породе чихуа конкретно он запрещен несмотря на то что в некоторых других породах он есть и не приносит вреда здоровью этих пород вчера вот смотрите опять скажу вам прямо никаких имен я не называю никаких конкретно людей я не хочу не обидеть не оскорбить не возвысить речь идет всего лишь о стандарте породы о здоровье собаки вчера давайте зачитывать комментарии для того чтобы вам было понятно что я не из головы этого думаю все эти комментарии конечно же сохранены некоторые даже закреплены под вчерашнем видео на тему нечистокровные собаки породы чихуа несущие за собой букет заболеваний других пород но повторяю если их удалят те кто их написал осознав свою как говорится ну великий ум о том что они сами свои имена полощут на весь мир когда пишут такие комментарии они сами представились пришли на мой канал я никого поименно не называла я понятия не имею кто и где какие чем занимается правильно сказали подписчики моего канала в комментариях а на варе и шапка горит все верно и опять-таки повторяю я эти видео дорогие друзья делаю для того чтобы те люди которые только хотят и стоят перед выбором какую породу собаки им купить или кошки или мышки неважно ребят или хомячка с чем он может столкнуться могли сделать свой выбор для того перед покупкой щенка они после для того чтобы последующим им не пришлось сожалеть выбирая себе породу чихуа я уже повторяюсь да я об этом говорила но у нас на канал ежедневно приходит большое количество новых зрителей не все смотрят ежедневно мои видео не все смотрят годами мои видео поэтому тех кому эта тема не интересна вы можете либо выключить звук у этого видео либо не смотреть это видео если вы в курсе и все знаете вам это не интересно чтобы мне потом не отвечать на вопросы в комментариях кому вы это все объясняете для чего вы все это объясняете объясняю конкретно для тех людей кто сейчас еще стоит перед выбором собаки кошки мышки какой-то породы перед выбором породы чихуа я много читала много разговаривала с людьми владельцами разных пород собак спрашивала о том как вообще эта порода в быту нравится вам не нравится что вы хотите вот ну как бы посоветуете завести мне такую породу собаки люди говорили все что они думают о своей конкретной собаке данной породы мы выбирали очень долго породу перед тем как завести чихуа и остановились на покупке собаки породы чихуа потому что они здоровые они генетически здоровые и как в общем-то считается что это порода произошла сама по себе и никто не выводил из смеси других пород как некоторые другие породы например бульдога смешали с терьером это уже смесь двух пород не как бы можно сказать это не нечистокровный скажем так бульдог или терьер это новая порода дорогие друзья поэтому и в теме а запрещенного в породе чихуа обратите внимание прошу не обижаться владельцев таксы шелти в австралийской там бордер коле кто имеет такой окрас собак такого окраса и тем породам которые которым этот окрас никакого вреда для здоровья напоминаю не приносит не обижайтесь вы слушайте пожалуйста то что я говорю внимательно они просто цепляйтесь каким-то выборочным одному два слова из контекста взяли и пишут что они обиделись на то что я скорбила там породу бульдог или там какая-то другая порода неважно ребят вообще абсолютно не имею ничего против никакой даже беспородный ну-ка тошла оттуда вот взяли за моду кого-то защемить джинку загоняли абсолютно не хочу оскорбить никакую породу просто дело в том что люди которые приходят на канал питомника кто не в курсе вообще всей ситуации не понимают смотрят видео других заводчиков питомников читают какую-то информацию и новичкам тяжело разобраться что же на самом деле тут происходит как же так запрещенный окрас в породе мраморный мерле так называемый имеет и родословные и оценки с выставок и как бы как его можно назвать нечистокровным или плохим или нездоровым как же так ну вот давайте почитаем ближайший комментарий живу в эстонии заводчица моей чихуашки постоянно принимает участие выставках по всей европе со своими собаками когда пошел тут спор про окрас мир лес просила у нее как у нас обстоят дела могут ли в эстонии чихуашки смерли участвовать в выставках она мне ответила что окрас мерле фци фци это международная кинологическая организация признанная во всем мире это не россия это неопределенные какие-то регионы россии ркф это российская кинологическая федерация единственная из всех российских кинологических организаций признанная во всем мире ну это для тех кто не в курсе ну так вот стандарт породы чихуахуа так как порода не отечественная не российская создан не россиянами не российской кинологической федерации организации для тех кто не понимает разницы вот в этих словах поэтому стандарт породы чихуа не может менять российская кинологическая федерация или какая-либо другая федерация название которых вчера защитники окраса мраморного окраса не смогли даже открыто написать в своих комментариях в своих высказываниях в силу того что видимо сильно стесняются своих клубов и организаций которые создают разнообразные скажем так сообщества вот к теме фацеи окрас мраморный запрещен фацеи в как это организация международная всего мира в которой также работают люди которые имеют образование кинологическое и есть там и генетики это к вопросу о том что меня вчера хотели тут обвинить в моей необразованности дорогие друзья вы обвинили не меня в моей необразованности и не мне дали совет повышать мою грамотность и образование в генетике вы оскорбили всех кинологов мира то есть получается вы 1 2 3 4 5 личности считаете себя генетиками круче чем во всем мире ну это отступление от комментария окрас мерле фацеи неприемлемо не может принимать участие в выставках и также быть зарегистрирован окрас мерле несет за собой кучу генетических заболеваний у чихуа поэтому не у чихуа не у бульдогов и еще в ряде пород он неприемлем тем же колли шелси еще некоторым породом он разрешен чего и требовалось доказать дорогие друзья в продолжение значит темы запрещенного окраса было сказано даже защитниками этого окраса на моем канале о том что некоторые кинологические организации и клубы опять таки повторяю не только в россии но и по всему миру все-таки занимаются разведением данного запрещенного окраса в породе чихуа хуа несмотря на то что этот окрас несет в себе кучу генетических заболеваний то есть за деньги они тебе зарегистрируют и напечатают какие тебе угодно документы и создадут те выставки на которых их собаки будут участвовать побеждать среди друг друга сегодня хорошие комментарии мне написали на тему того что и тема важная но вот эти комментарии можете почитать сами под предыдущим видео чтоб долгим длинным не делать это видео в силу того что такие сложности в гене скажем так в генетике в разведении любых животных и разных животных есть даже у кошек в некоторых странах запретили из-за количества генетических заболеваний определенные породы кошек ребята и правильно сказали вчера красивый был комментарий я наверное на этом комментарии закончу это видео не надо объяснять глухому он и барабан не услышит поэтому объяснять никому ничего не буду делаю это видео для тех кто мне задает вопрос а как же так забрещенного окраса собачки чихуа участвуют в выставках и имеют родословные откуда же у них эти документы и победы на выставках оттуда же откуда вот эти скрытые клубы которые даже защитники этого окраса стесняются написать в своих комментариях и если вам интересно почитайте самостоятельно комментарии под вчерашним видео какие аргументы кроме того что я не образованный человек и ничего не понимаю в генетике такое ощущение что это я запретила окрас мраморный в породе чихуа и я создаю стандарт порода вот понимаете верх глупости этих защитников этого окраса и верх образованности этих людей которые в защиту своих мнений могут привести только один аргумент что я не образованные собаки мои говно а вот их собаки самые здоровые крепкие красивые чистокровные смешно и повторяю чем больше тут защитников правильно написали разворотили змеиное гнездо на варе и шапка горит сами прибежали и сами поименно представились я никого лично персонально поименно оскорбить не хотела то же самое я могу сказать про породу кошек которую запретили по наличию генетических заболеваний понятия не имею ни одного питомника и более того могу добавить что некоторые заводчики тут писали о том что бьются они за защиту своей породы которую я оскорбила вольная или невольная в тексте своем видео называя их породу нездоровый приводила всем аргументы из ветеринарных клиник это там ветеринарно-научно доказано люди заканчивали свои комментарии тем что и цены у вас на щенков завышены вот и всех аргументы ребята чем тут говорить о чем тут говорить о чьей образованности о чьей честности поэтому те кто вчера со мной попрощался я им честно написала всего вам доброго правда кому не нравится тому со мной не по пути на этом прощаюсь с вами всем пока пока